Музыка Честно говоря, когда мне выслали этот сюжет, я особо внимания не хотел обращать, но сказал человек и сказал, что с того, надо же этому метафизику чего-то сказать. Он и сказал. Мне понравилось даже, что он вообще посмотрел несколько моих выпусков, как он говорит. Это уже прогресс. Обычно такие, как он, не смотрят по той причине, что остается неприятный осадок. Ведь Вадим не на пальцах рассказывает с экрана, а применяет общепринятые мировой наукой факты, что само собой противоречит любителям альтернативной истории в Азербайджане. Даже тот мил человек, который решил час своей жизни посвятить мне, поговорить обо мне 15 минут, а потом смонтировать все это, тоже не стал ничего опровергать из того, что я делал все эти 3,5 года. Просто решил смешать мое имя со святостью почему-то, а потом вместе с этой самой святостью опустить меня в дерьмо. Наивно полагая, что своей дешевой хитростью натравит против меня не только всеятюрок, но и вообще мусульман и армян в частности. Что ж, давайте кусочками просмотрим и разберем. Есть один такой человек по имени Вадим Арутюнов. Он на канале YouTube ведет передачу «Антитопор». Название очень интересное. Но почему «Антитопор»? Ну потому что, мол, некий азербайджанец зарубил когда-то одного армянина несколько лет назад, значит, где-то в Европе. И вот это как бы возмутило Арутюнова, и он вздумал открыть передачу, которая называется «Антитопор». Он, разумеется, ожидал, что сейчас все азербайджанцы побегут топорами в бите армян, и эта передача «Антитопор» постоянно будет наполняться сюжетами о махах топора в адрес несчастных армян, которых убивают азербайджанцы. Но проходит время, вроде бы больше таких случаев нет. Ну и поэтому Арутюнов решил переключиться на совершенно другие вопросы, которые с топором, в общем-то, не имеют никакого отношения. Ну его понять можно, конечно. Ну все-таки ожидал человек, ну открыл вот такую вот передачу, но что-то продолжение ударов топора нет. Но он совершенно справедливо полагал, что продолжение будет. Ну когда вот он не знает. Начнем с того, что я неоднократно говорил о том, почему «Антитопор» называется «Антитопором». Видимо, именно эту часть наш философ пропустил. Да, топор действительно ассоциируется в моем логотипе с трусливыми азербайджанскими офицерами, рубящими головы спящим и мертвым, но не только в этом. Топор – это еще и от выражения «топорная наука», «топорная работа», а в случае с Сафаровым еще и «топорная политика». Вот поэтому и «Антитопор». Ведь ваши ученые и гуманитарии топорно работают, когда фальсифицируют. Карты топорно рисуют, не стыдясь, и прочее, прочее. Поэтому говорить о том, что «Антитопор» только из-за Сафарова – это неверно. Как неверно и то, что больше трусливые азербайджанские офицеры не рубили голов. «Антитопор» родился 28 ноября 2014 года. А в начале апреля 2016 года, то есть в прошлом году, вы снова взялись за любимое дело – отрубание или отрезание голов. Причем мертвому армянскому солдату езидского происхождения. Фотографии обошли все мировые СМИ, кроме азербайджанского. А я покажу сюжет, как стая азерошакалов собралась в ожидании очередной головы с аппетитом потрапезничать. И заметьте, шакалы радуются голове не какого-нибудь видного офицера, военачальника, генерала, а обычного солдата-срочника. Если вы психически устойчивы, то можете просмотреть. Если нет, то перемотайте вперед. Как видите, ничего не изменили. И человек, который рассказывает причину создания антитопора, нагло врет, как и все его государство. Смотрим дальше. В ожидании очередного маха-топора он начал вести беседу о чем угодно. Там, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, занялся различной демагогией. Я смотрел некоторые его передачи, в общем-то, насчет ариев, там, вот армяне, вот арии, вот существует вот там армянское наборе, откуда пошла вся цивилизация. В общем, великие армяне, там, ну, в духе вот такого вот гитлеровского нацизма, там, что-то нечто вот в таком вот роде. Вот. Ну, разумеется, возвышение армян обязательно должно идти у армянских националистов с принижением тюрок, да. Ну, я, Рутюнов, один из них. Ну, и тюрки, азербайджанцы, турки, да и вообще мусульмане, предстают, в общем, в образе, ну, каких-то недоразвитых существ, у которых все плохо. Вот ученый мир вот Азербайджана, ой, какой он, вот, мол, тупой он, там, недоразвитый, берет, там, вырезает из контекста, там, какие-то фразы отдельных азербайджанских деятелей, вставляет и интерпретирует так, как ему это выгодно. Представляет себя очень таким умным на фоне вот этих, по-моему, тупых, вот, мусульман, там, которые вот ходят, да, вот он умный, понимаете ли, вот он поучает, он, значит, как бы рассуждает, там, на высокие, там, духовные темы, возвышает, там, великое мировое армянство и так далее. Короче, вешает лапшу, там, на уши, ну, обычным, там, армянским обывателям. Обратите внимание, 80% моих выпусков направлены против азербайджанских фальсификаций в вопросах истории, культурологии, географии региона. Но об этом все этот человек не сказал, его заинтересовали арии и прочие, то есть выпуски, которые вообще никак не касаются азербайджанцев. А все потому, что, упомянув мои азербайджанские выпуски, этому человеку нужно будет как-то их опровергнуть. А как? Да никак. Поэтому легче просто сказать, что я вешаю лапшу на уши. Получается, что все книги, карты, цитаты из древнейших времен до наших дней придумал я. Да. Окей. Тогда проверьте мою информацию в сетях, в библиотеках и сделайте вывод на чьих ушах лапша. В ушах моих слушателей или на ваших собственных? И хватит плакать и искать себе союзников. Обычно вы это делаете, когда начинается война. Но сейчас пока относительное затишье. Зачем уже сейчас кричать, спасите наши души, спасите, помогите, армяне нападают. Я имею в виду то, что этот человек обвиняет меня в том, что я принижаю тюрок и мусульман. Между тем, у меня нет ни одного выпуска, где бы я плохо отозвался о тюрках или тем более о мусульманах. Тупые азербайджанские ученые и гуманитарии это не тюрки и мусульмане. Это просто антинаучные сволочи азербайджанской национальности. И если вы думаете, что из частного азербайджанского вы обратите в общее мусульманское, то глубоко ошибаетесь. Ваши вопли уже надоели тем же мусульманам, всем мусульманам, с кем бы я ни общался. Так и говорят, это не наша война. Вы когда-нибудь слышали, чтобы вашу армянофобию армяне интерпретировали как принижение христиан или вообще и доевропейских народов? А вот вы чуть ли, чуть что, так сразу валите на тюрок и мусульман, чтобы не оставаться один на один с армянами. Впрочем, этот человек скоро сам себя поправит и я уже предстану чуть ли не апологетом ислама, чуть ли не муфтием. Но не будем забегать вперед, послушаем дальше. Ну и конечно же, проблема этнических меньшинств занимает этого человека Арутюнова. Ну как же без этого? Азербайджанцы, деспоты, они унижают, оказывается, национальное меньшинство в Азербайджане. В его передачу приходят там разные люди, так называемые представители этнических народов Азербайджана. Разные самозванцы, разумеется, которые абсолютно никакой социальной базы в нашей стране не имеют и так далее. Там самозванцы, которые ходят по разным собраниям сомнительным и рекламируют себя. Ну таких вот людей. Но эти люди такие же, как и сама Арутюнова. В общем-то, разные авантюристы, проходимцы приходят, дают ему интервью и так далее. Ну и конечно же, Арутюнов не задает такого вопроса себе, что как же можно заботиться о национальных меньшинствах в другой стране, когда в самой стране никаких этнических меньшинств нет. Ну вот странная вот такая вот забота. На самом деле, я не припомню, чтобы ко мне на интервью приходили какие-либо азербайджанские нацменьшинства. Был случай, когда я делал интервью за Билом Мадожем, талышским общественным деятелем, находящимся в эмиграции. Больше подобного не припомню. О каких таких шарлатанах из нацменьшинств говорит этот человек, мне не ясно. Касаемо Армении. Армения почти всегда была мононациональной, и это ни о чем не говорит. В мире таковых стран немало. Та же Япония, две Кореи, Исландия, Филиппины и прочее. Но даже на их фоне в Армении живут, кроме армян, и эзиды, и курды, и ассирийцы, и русские, и евреи. Но никто из них не является коренным народом Армении. Чего не скажешь об Азербайджане. Лезгины и талыши – это коренные народы Азербайджана. Вот они и живут там в большом количестве. И при таком большом количестве не имеют своего ничего, кроме компактного проживания. Между тем, те же езиды в Армении, будучи некоренными, имеют буквально все. И школу свою, и газету, и учебники, и радио, и даже кафедру в Ергу. И вообще о нацменьшинствах Армении у нас был выпуск. Видимо, этот человек пропустил нужное. Ну и вот, я посмотрел дальше, вот еще вот несколько его работ, вот в этой вот области. И я обнаружил такую вот интересную закономерность. Этот человек постепенно начал уже переходить на чувство собственного величия. Вот это откровенно вот в нем вот чувствуется. Что он, мол, самый умный. И даже среди армян он самый умный. Он, значит, передовой человек. Значит, он идет во главе вот армянства. Ну, как бы вот даже вот армянство вот без него вот и пропадет вот так бы. Вот. Он везде страдает вот за свой народ. Он уже становится мучеником. Он уже становится страдальцем. Вот. Такие вот моменты я обнаруживал вот в нем. И я, несомненно, пришел к такому выводу, что в конечном итоге этот человек обязательно перейдет в метафизическую плоскость и станет каким-то подобием святого, там, мученика и так далее. Какие-то вот религиозные сюжеты, какие-то сюжеты икон вот такие вот, возможно, вот в нем будут в дальнейшем проявляться. Потому что эта психология мне известна. Я сам, в общем-то, занимаюсь философией религии, а там вот есть вот именно вот эти психологические вот моменты человека, состояние там религиозного экстаза, там, психология человека в религии. Это все уже в теории вот расписано. Ну, человек вначале вот начинает как бы себя чувствовать великим, большим, там, возвышается над другими людьми. Он лидер, он как бы пастух, который ведет там стадо. И постепенно в нем начинают зарождаться вот такие вот метафизические представления, там, ощущение собственной святости. Вот это же самое произошло и с Арутюновым. Я в этом и не сомневался. Я даже предположил вот такое вот начале. А потом, посмотрев еще одну случайную совершенно одну вот его передачу, которая там, по-моему, называлась божественной комедией, ну вот явно я вот увидел, что да, я был прав все же. Этот человек уже становится святым, пророком. Я сказал, что не верю, что богов три, то есть в Троицу. И уверен, что Иисус не Бог. Иисус создан Богом. Это ангел, явившийся воплоти человечества. Вот, как видите, он здесь говорит, что Троицы, вот нет. Вот. Иисус, оказывается, не Бог. Но, являясь выразителем интересов армянского народа, он вот как бы, он же должен представлять армянскую церковь тоже, но как же без этого, но он же как бы перерос уже очень многих армян в том числе, но на фоне там мусульманской, там азербайджанской тупости, там недоразвитости и так далее, это понятно, конечно, но это уже неинтересно ему. Он же ведь должен перероси армян тоже, в том числе и метафизически, в святости, там, в пророчестве, там, и так далее. И вот он начал уже, у него пошли вот идеи, что, мол, вот Иисус не Бог, мол, Троица нет, да я вообще вот единобожник, даже вот где-то стал уже смыкаться. Обратите внимание, с чего начал и чем заканчивает. То есть, с одной стороны, я настроен против мусульман, а с другой стороны, по его же словам, я стал смыкаться с мусульманами. Вот хочется назвать этого человека идиотом, но седой, взрослый, да и называть такого идиотом, все равно, что обижаться на барана, что он боднул. Этот человек с экрана сказал, что занимается философией религии. Даже умный термин выучил – метафизическая плоскость. Судя по тому, что для него чуждо понятие свободы совести, то метафизическая плоскость его философии в одном и том же сюжете из манизма трансформировался в дуализм с перспективой на плюралистическое молекулярные частицы. С таким стремительно регенерирующим манизмом этому метафизику надо бы заняться не моим мировоззрением религии, а клерикальной санацией в собственном обществе, где раз в год люди справляют ашуру и лупят себя плетями и цепями до крови. Я понимаю, что свобода совести, как свобода слова, чужда для ряда бакинских дегенератов. Поэтому он и в толк не возьмет, почему вдруг Вадим сказал нечто расхожее со взглядами армянской апостольской церкви. Ну вот как-то так, так и сказал, потому что Вадим армянин, и у каждого армянина имеется в краниуме свой личный френ, которым армяне пользуются и могут говорить, не присмыкаясь ни перед кем, в отличие от некоторых. И что плохого в том, что я единобожник? Да, я единобожник, в отличие от вас, и я уважаю иконы как произведения искусства, но и они не являются объектами моего поклонения, в отличие от вас, которые с одной стороны говорите, что единобожники, а с другой стороны носитесь с портретом имама Али, делаете татуировки с его изображением, и даже носите его образ в качестве кулона. Я уж не говорю, что к имаму Али приплели другого имама Гейдара. А я вот нет. Моим объектом поклонения является только Бог. И, видимо, потому, что Он, Бог, одарил меня мозгами, а вас Он лишил такого счастья. И причина не только в Али, но и в Гейдаре. С мусульманами вот где-то вот. Знаете, у мусульман мне нравится, есть такое понятие умма, независимо от того, суннит, шиит, там, еще кто-то. Мне кажется, вот в христианском мире именно этой умы и не хватает. У него философский такой вот трактовка пошла. Выступаешь, когда часто против чего-то, постепенно начинаешь входить в него, и потом начинается в себе, значит, слияние вот с этим. Но он настолько вот выступал против мусульмана, азербайджанцев, турок и так далее, что у него начался некий такой синтез. Это прям как философский тезис-антистезис и синтез. Вот, ну вот дошел вот до вот такой вот ереси по согласно официальной, согласно доктрине официальной армянской церкви. А теперь я бы хотел обратить внимание мусульман на этого человека. То есть то, что я предпочитаю единобожие, и мне нравится понятие умма, я еретик. Так какой же ты мусульманин, если единобожие и умма для тебя еретизм? Ну и мало того, что он возомнил себя там святым, там, лидером, там, пастором и так далее, он, оказывается, стал еще и иоанном крестителем. Я уже крестил четверых криптоармяны из Турции и одного армянина-мусульманина из Марокко. И никто не вправе запрещать делать это ни мне, ни им. Крестит, конечно же, азербайджанцев турок, там, мусульман и так далее. Сказал, что это вечная борьба против турок, азербайджанцев и мусульман, привела его к святости, он стал крестителем, и в наше время он стал заменять иоанн. Для этого человека, я бы даже сказал, человекообразного существа, еще раз уточню. Не азербайджанцев я крестил, не турок, а армян. Армян, которые по волею судьбы приходилось записываться в турок, но вратившиеся в луноармянской церкви. Ну и это еще не все. Ну, конечно же, вот все эти дела вызвали протесты армянского священства. И этот Арутюнов, ну, конечно же, он стал католичнее папы, да, как бы скажем. Нет, ну, в армянской церквиоритации это должно быть несколько по-другому. Армянская это верно называется григорианская, но поэтому, скажем так, он стал григорианнее католикоса армянского. Человек занимается философией религии, напомню, григорианский. Если мы григориане, то кто же вы, джафариты? И это в прямом смысле. Вот посмотрите, вот в этом вот видео он откровенно вот говорит, что, мол, он не приемлет, в общем, всех священников, и не только священников, но и самого, значит, католикоса. Вот. Он недоволен вот католикосом, который, ну, запрещает ему вот крестить вот этих недоразвитых турок, чтобы они стали людьми. Вот за эти слова, якобы, люди в рясах объявили меня еретиком, а зуб они на меня точат, потому что я крестил криптоармянина, мусульманина из Турции, которых запрещает крестить католикос. Я горжусь, что крещу этих криптоармян вопреки некоторым священникам. Ну и дальше наш новоявленный Иоанн Креститель, он, оказывается, еще и апалакет церкви. Ну, естественно, все попы, там, священники, там, в общем, католикос армянский, они же ничего не делают, они только там сидят, там, бабки, там, зашибают себе, и ничего более. А вот он борется за чистоту церкви, понимаете ли, он за, там, духовный мир, там, армянского народа, там, защищает от всяких, там, презренных турок и их союзников. А кто союзник турок? Ну, другие конфессии, понимаете ли, вот, христианства. Его апологетика распространяется уже на русскую православную церковь. Почему тогда я, а не вы, реагирую на всяко разные толки в отношении армян-апостольской церкви? Почему вы молчите, когда патриарх русской православной церкви Кирилл говорит о том, что в Османской империи турки толерантно относились к христианам? Вот здесь вот он недоволен Кириллом, что, вот, понимаете ли, он вдруг осмелился сказать о том, что в Османской империи армян, оказывается, не унижали. Вот это ему не понравилось, конечно. Ну, как же так? Вся его передача, вся его, смысл его жизни нацелен на то, что армян, в общем-то, топорами там убивают, и вдруг патриарх Кирилл говорит, что, оказывается, в Османской империи армян и не унижали. Как видите, натравив в его понимании на меня мусульман, этот недалекий умом человек пытается теперь натравить на меня армян. И снова тем же дешевым способом. Причем он меня же обвинил, что я вырываю слова из контекста, а сам ничем иным не занимается, как вырывает мои фразы и вставляет в комментарии в духи все тех же милейших порнокопытных. Ну вот, и как вы видите, новая ипостась Арутюнова наглядно видна. Это новый апологет нашего времени, такой же, как в древности были апологеты Татьян, Юстин, которые боролись против римских язычников, которые отстаивали христианство в глазах римской знати императоров. Ну а теперь Арутюнов стал апологетом христианства нового времени. Спасибо, конечно, что мое имя названо рядом с именами Татьяна, Юстина, но, к счастью, место святого Вадима уже занятое, и мне не светит оно. Есть такой в русской православной церкви преподобно-мученик Вадим, более известный как Вадим Персидский. И здесь тоже без топора, кстати говоря, не обошлось. В IV веке персидский царь Шапур преследовал христиан. Вместе с почти тремя сотнями христиан был замучен и их архимандрит Вадим. Все они подверглись жестоким телесным испытаниям. От них требовалось отречение от веры христианской и поклониться солнцу и огню. Многие из мучеников не отвергли свою веру ради огня и погибли. Вадим тоже четыре месяца держался и проходил жестокие на себе испытания Шапура. Другой заключенный христианин по имени Нерсан не выдержал испытания и отрекся от Христа. Шапур потребовал от него, чтобы тот собственноручно отсек голову святому Вадиму. И Нерсан, боясь новых мучений, согласился. За это предательство Шапур обещал ему прощение и награду. К Нерсану привели святого Вадима, закованного в цепи и дали ему меч. Святой Вадим сказал ему, неужели твоя злоба, Нерсан, дошла до того, что ты не только от Бога отрекся, но и рабов его начинаешь убивать. Горе тебе, окаянный, что станешь делать в тот день, когда предстанешь на страшном суде дать ответ Богу. Я с радостью скончаюсь в мучении за Христа, но не хотел бы принять смерть от твоей руки. Нерсан ударил мечом, но не сумел сразу отсечь голову святому. Вадим претерпел мучение, пока палач не смог наконец отрубить ему голову. Нерсану, хоть и заплатили обещанное, радости это ему не принесло. Мучимый совестью, он вскоре покончил с собой, бросившись на меч. После смерти царя Шапура ученики Вадима вышли из темницы, где пробыли пять лет. Это был небольшой экскурс в историю религии. Ведь сам историк религии и ее философ не занимается своими прямыми обязанностями, его будоражит моя персона. Что, впрочем, тоже хорошо. Ибо если баран начинает кричать и плакать, значит он чувствует скорое приближение идаль адхи, то бишь курбан-байрама. Ну, в общем, как-то так. Вообще удивительно, что этот человек ни один мой выпуск не опроверг, ни в собственной манере, ни грамотно с помощью тех средств, какими я доказываю, с какими лагунами мы имеем дело. Вот, казалось бы, начал громко, на первых порах начинаешь ожидать что-то умное, какой-то научный антагонизм, ведь человек позиционирует себя в качестве философа, говорит о метафизике, а на самом деле оказался обычным профаном. Вот такие у нас соседи-философы.